Ни для кого не секрет, что молодёжь в вопросах трудоустройства – одна из самых уязвимых групп населения. Именно поэтому Московское бюро Международной организации труда уже не первый год реализует проект партнёрства в области занятости молодёжи в странах СНГ. Его цель – сократить прослойку молодёжи, которая не учится и не работает. На встрече каждая из девяти стран-участников представила свою концепцию решения задач по трудоустройству молодёжи. Многие считают, что эту работу нужно начинать ещё со школьной скамьи, с профориентации, а при нынешней ситуации – развивать трудовую мобильность молодёжи. Есть регионы, где безработица это очень низка, это там, где действительно очень высокая активность производства, промышленности. Это наши центры, российские основные, Москва, Санкт-Петербург, это промышленные регионы Урала, это промышленные регионы Средней России. Там ситуация с молодёжной занятостью, конечно, не самая лучшая, но намного лучше, чем те, где наблюдается напряжённость. И очень высокая, доходящая до 40 и с лишним процентов молодёжных безработиц, что значительно превосходит мировые показатели и российские, среднероссийские. Рассматривали борьбу с молодёжной безработицей и на примере Краснодарского края. Так, на Кубани уже 15 лет действует закон о квотировании рабочих мест для молодёжи. Только с начала 2015 года в службу занятости в Краснодарском крае обратилось 55 тысяч человек в возрасте от 16 до 30 лет. В настоящее время почти 70% из них трудоустроены. Тем не менее, сегодня около 3,5 тысяч молодых жителей Кубани стоит на учёте по безработице. В основном, конечно же, хотят работать. Другое дело, что мы очень часто сталкиваемся с завышенными амбициями. То есть молодые люди после окончания учебного заведения хотят получать заработную плату на уровне сложившегося специалиста. Это, конечно, неправильно. И мы стараемся объяснить, что нужно сначала поработать, нужно получить трудовой опыт и потом уже, говоря рыночным языком, продавать свои знания, свой труд подороже. Итоги конференции подведут 17 октября. Выводы и предложения планируют направить в Министерство труда и Государственные службы занятости стран-участниц. Галина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.